Дуа Дуа – это вид поклонения, великий, любимый всемогущим Аллахом. Он любит, когда его рабы просят у него посредством дуа. У дуа, то есть у молитвы, существует этикет, который мы должны знать. Почему? Давайте представим, что вы стоите, к примеру, перед королем. Или, например, перед знатным человеком, или перед человеком, от которого вам что-то нужно, которому у вас есть просьба. Пусть это даже будет просто человек, занимающий не самую высокую должность. Директор, администратор или еще кто-нибудь. Как вы будете себя вести при этом? Разве вы не будете вести себя уважительно? Разве вы не будете вежливы и внимательны в подборе слов? Разве вы не попытаетесь выражать свои мысли максимально вежливо? Подбирать подходящее время для того, чтобы озвучить свою просьбу, избегая этого в моменты, когда этот человек злится, или когда у него у самого проблемы. Почему бы нам не использовать этот подход и во время того, как мы просим у Аллаха и делаем дуа? Аллах говорит, поминай Аллаха с покорностью и страхом про себя. Это означает, что нужно обращаться к Аллаху с покорностью и смирением. Что такое покорность? Изгиб шеи детеныша-верблюда, когда тот наклоняется, чтобы испить из вымени своей матери, это изгиб с покорностью. Это и есть то, чего Аллах хочет от вас. Склонить голову перед ним. Когда вы молитесь и делаете дуа, не надо смотреть по сторонам, разглядывая тех, кто в мечети. Некоторые люди так и делают. Приходят в мечеть и во время дуа начинают оглядываться и рассуждать о чем-то про себя. Они могут говорить, о Аллах, помилуй нас, о Аллах, помилуй нас. В то же время указывать кому-то на что-то. Где же присутствие вашего сердца? Где смиренность? Вы разговариваете ни с кем попало. Вы обращаетесь к самому Аллаху. Второй момент. Это правильный выбор времени. Есть особые промежутки времени, которые называются временами ответа на молитвы. Охоться на них. Время перед Азаном на Фаджр. Время между Азаном и Икамой. Последний час пятницы. Время, за которое имам поднимается на Минбар. Выбирайте такие моменты и молитесь. Не позволяйте молитве быть последней в списке ваших забот. Пусть она будет первой там. Есть люди, которые, когда у них случается беда, делают так. Они просят помощи у всех, стучатся во все двери. И когда везде получают отказ и нигде не могут найти решение, только тогда они решают обратиться с молитвой к Аллаху. Как так? Почему в последнюю очередь вы обращаетесь к Аллаху, хотя все люди и их сердца, которым вы прибегли до этого, находятся в его руках? И он делает с ними что захочет. Клянусь Аллахом, если всемогущий Аллах не одобрит и не благословит все другие способы, то ничто не принесет вам пользы. Первым делом всегда нужно обращаться к Аллаху. Итак, покорность, почтительность, выбор подходящего времени. Все это называется этикетом дуа. Далее, когда вы молитесь, не относитесь к дуа, как к одному из вариантов. Есть люди, которые говорят, «Ну ладно, давайте попробуем сделать дуа. Если получится, то хорошо». Нет-нет-нет, нельзя пробовать в отношении Аллаха. Если вы молитесь, не будучи уверенным в ответе, то я сомневаюсь, что ваша молитва будет принята. Ромар ибн аль-Хаттаб говорил, «Я не переживаю за ответ на свои дуа, но переживаю о правильности молитвы». То есть я переживаю о том, чтобы моя молитва была верной от всего сердца. Когда вы говорите, «О Аллах!» Аллах уже знает, чего вы хотите. Аллах знает, что такой-то человек обидел вас, что такой-то человек вам должен, что вы больны. Он знает обо всех ваших проблемах, ведь они и появились в вашей жизни по его предопределению. Однако Аллах смотрит не на это. Он смотрит прямо на ваше сердце и говорит, «Я буду таким, каким считает меня раб мой». А каким вы считаете Господа миров? Верите ли вы, что когда вы говорите, «О Аллах!», Аллах вас слышит и ответит на ваши молитвы? Или вы из тех, кто пробует? Нет. Мы должны быть уверенными. Мы должны быть убеждены. Как нам достигнуть этой уверенности и веры? Мы должны понимать и чувствовать величие того, к кому мы обращаемся. Мы должны открывать свое сердце, сидя перед Аллахом. Представьте себе, вы сидите перед тем, кому достаточно сказать «Будь» и все будет. Дайте себе привыкнуть к этому. Старайтесь молиться от всего сердца. Выбирайте время, даже если поздняя ночь, ничего страшного. Станьте ночью для того, чтобы попросить что-то у Аллаха. Почему бы не встать? Почему вы молитесь Аллаху только, когда вам удобно? Вставайте до молитвы Аль-Фаджр. У вас есть какие-то дела? Вставайте за час до Аль-Фаджр и преклоните голову перед Аллахом. И будьте уверены, что Он ближе к вам, чем вены на вашем теле. Всемогущий Аллах слышит вас, даже если вы храните молчание. Он знает и слышит то, что у вас на сердце. Поэтому обращайтесь к своему сердцу и очищайте его, и будет вам награда. Аллах не оставляет раба, который на него положился. Это сказал сам Аллах. Тому, кто уповает на Аллаха, достаточно его. Аллах доводит до конца свое дело. Аллах установил меру для каждой вещи. О, Аллах, облегчи бремя страдающих. О, Аллах, облегчи бремя страдающих. О, Аллах, облегчи бремя страдающих. Да воздаст вам Аллах благом. Да благословит Аллах и приветствует нашего пророка Мухаммада. Анастасия Мухаммада.